Девушки отдыхают 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 И это, по сути, 1 сентября – это семейный праздник. Потом очень тесные, очень близкие отношения между учителями и самими учениками. И это очень важно как раз и в воспитании, и в обучении. Кульминация торжественной линейки «Первый звонок». Он звучит для 46 первоклассников. В классах даже пришлось ставить новые парты. Это самый большой набор за последние годы. На 1 сентября у нас сейчас получается 358 детей. То есть на 16 человек больше, чем в прошлом году получается. И 46 первоклассников. Большой набор. Первый урок в школе ознакомительный. Алену Киселёвой и её одноклассников учат основным правилам поведения и вручают первые в жизни дипломы. Полноценные занятия начнутся только в понедельник. За выходные первоклассникам предстоит настроиться на новый ритм жизни. И день знаний, как и день рождения, только раз в году. А учиться хорошо нужно все 11 лет. Школьные поборы внезаконны. Ещё раз напоминает родители Минобразования. Судя по мониторингу, который провела общественная палата в преддверии 1 сентября, чаще всего родители просят скинуться на приобретение рабочих тетрадей, учебников, ремонт и охрану школы. На втором месте по популярности покупка парт, школ, посуду в столовую. Также деньги собирают на озеленение территории. Правда, есть и экстравагантные просьбы от педсовета. В одной из школ попросили собрать финансовые вознаграждения для того, чтобы пригласить священника. Эксперты также отметили, что в этом году на горячую линию не поступали жалобы на то, что заставляют приобретать школьную форму или компьютеры. Видимо, с этими тратами родители уже давно смирились. Как отметили в общественной палате, больше всего звонков поступило из Краснодарского края, меньше всего из Башкирии. Впрочем, горячая линия продолжит собирать жалобы до конца сентября. А по результатам ее работы общественники подготовят доклад президенту. Омские власти готовы выделить на строительство метро 127 миллионов рублей. СМИ поспешили сообщить, что в Омске намерены возобновить строительство метрополитена. Поводом к такому заявлению стала информация об объявлении конкурса на нового подрядчика. В документации указано, что требуется продолжить работы по возведению первого пускового участка подземки от станции библиотека имени Пушкина до Соборной, а также возвести электродепо. В частности, планируется продолжить монтаж опалубки и армирование стены перекрытий в перегонных тоннелях, а также бетонирование, гидроизоляцию и проведение вентиляции в подземной коммуникации. Наибольший объем работ по контракту предусмотрен на второй станции пускового участка метро Заречной. Между тем, по мнению главного омского метростроителя Олега Шишова, в данном случае о возобновлении строительства речь пока не идет. Тем не менее, шаг со стороны правительства своевременный, поскольку вопрос стоит о сохранении уникального для России инфраструктурного объекта. Омское метро, по словам Олега Шишова, по-прежнему является самым инновационным в стране и до сих пор соответствует всем мировым тенденциям. Станция «Кристалл», ограждающая конструкции станции «Кристалл» находится в крайне аварийном состоянии. Поэтому нужно построить участок тоннелей и засыпать их, и исключить аварийную ситуацию. В данном случае это спасение этого участка. Бросили в незавершенном состоянии. И это плохо. Сейчас, выполнив эти работы, будет устранена аварийная ситуация, так скажем. А появляется или не появляется перспектива, это никак не связано с этой работой. Финансовый ликбез Банк России научит граждан считать деньги. Регулятор запускает масштабный проект по повышению финансовой грамотности населения. Согласно исследованиям, только 12% россиян разбираются в денежных вопросах. Большинство же, 71%, считают эту тему слишком сложной для понимания. А 15% и вовсе уверены, если в жизни что-то пошло не так, банковский кредит можно не возвращать. В Омском отделении Банка России говорят, что уровень финансовой грамотности в нашем регионе примерно совпадает с общероссийскими тенденциями. Недостаток знаний в области финансовой грамотности серьезно препятствует как развитию самого финансового рынка, так и снижает удовлетворенность населения финансовыми услугами. Конечно, многих проблем, с которыми сталкивается население и с которыми не обращаются в Банк России, можно было бы избежать, если бы наши люди обладали набором финансовых знаний. Поэтому обучать финансовым основам будут со школьной скамьи. Омское отделение Центробанка и региональное министерство образования разработали план по повышению финансовой грамотности подрастающего поколения. Школьников и студентов научат управлять личными деньгами, ориентироваться среди банковских продуктов и услуг, объяснят, как защитить свои права. Финансовую грамотность будут преподавать в рамках общества знания и экономики. Но по желанию учеников школу могут вести и отдельную дисциплину. В будущем некоторые финансовые вопросы войдут и в ЕГЭ. Министр образования Татьяна Дернова на личном опыте поняла, что без знаний в области финансов планировать семейный бюджет довольно сложно. Я даже не буду говорить, сколько мне кредитов. Ну, просто не буду говорить, чтобы никого в никакое состояние не вводить. Ну, вот, грешна. Правильна ли эта позиция? Начинаю сомневаться. Наша задача, вот, нынешнее детское поколение, все-таки до ситуации, когда 15% считают, что не надо возвращать, чтобы среди наших детей, когда они станут взрослыми, не было этого процента вообще. Кроме того, Омское отделение Центробанка будет просвещать пенсионеров, семьи с низкими и средними доходами, а также людей с ограниченными возможностями здоровья. Планируется и общение с предпринимателями. 27 сентября состоится большая видеоконференция Департамента денежно-кредитной политики Банка России с представителями малого и среднего бизнеса. Впрочем, заниматься саморазвитием можно в любое время. Центробанк запустил просветительский сайт «Финансовая культура». Потрясающий август, по оценкам экспертов, в этом месяце впервые за всю историю дефляция может составить 0,3%, а инфляция по итогам года – 3,8%. Связано это с рекордным урожаем зерновых в России. По предварительным оценкам экспертов, аграрии соберут около 130 миллионов тонн зерна. Годом ранее урожай составил 120 миллионов тонн. Большая часть полей убрана, и уже сейчас закупочные цены на сырье падают, что в свою очередь может позволить снизить цены на основные составляющие продуктовой корзины – хлеб, макароны, крупы. Но, как пояснили в Банке России, хороший урожай оказывает на инфляцию лишь краткосрочный эффект. К тому же прогноз Минсельхоза гораздо скромнее, чем у независимых экспертов – около 110 миллионов тонн зерна. Впрочем, аграрии не особо разделяют радость по поводу очередного рекорда. Избыток предложения на рынке вряд ли будет сопровождаться высокими закупочными ценами. Так что получить максимальную прибыль, по прогнозам экспертов, в этом году будет весьма затруднительно. Перед крестьянами Омской области стоят и другие проблемы. Они, по сути, теряют рынки сбыта. Из-за вспышки африканской чумы свиней продавать фуражное зерно можно только тем регионам, которые тоже пострадали от вируса. Специалисты не исключают, что и пшеница, предназначенная для продовольственных целей, тоже будет не особо востребована. В других регионах для подстраховки будут отказываться от поставок. Сейчас закупочные цены на зерно в регионе в среднем на 30-40% ниже, чем в прошлом году. Глава Союза крестьянско-фермерских хозяйств Омской области Иван Бригер считает, что спасти положение аграриев могут только государственные интервенции. Если интервенция есть, мы работаем с государством, с удовольствием продаем свою продукцию государству. А часто предприниматели, всякие перекупы, они исходят из того, из той цены, которая складывается на интервенцию. И тоже поднимают цену. Но если не решим и не решат никто вопрос по ценовой политике, то не знаю, как мы все будем отдавать наши кредиты. Редактор субтитров А.Семкин